Субтитры сделал DimaTorzok А сейчас мы поговорим об Азербайджане, о евреях и героях Азербайджана. Вообще, евреи, прибывшие в Израиль из Азербайджана, часто говорят о том, что земля, с которой они приехали, с которой они репатриировались, отличается от других стран и земель, где жили евреи на протяжении веков. В Азербайджане никогда не было антисемитизма, погромов, гонений на еврейский народ, поэтому евреям Азербайджана невозможно разорвать свои связи со своей родиной, со своей страной, в которой они родились. Сегодня мы беседуем с председателем Международной ассоциации Израиль-Азербайджан Азиз, заместителем мэра Кириат Яма Адамом Амиловым. Здравствуйте, господа. Добрый день. С нами Адам Амилов. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. И Давид Эдельман, историк, политтехнолог. Адам, рада вас приветствовать в нашем эфире. Вы впервые у нас, надеюсь, не последний раз. Итак, до вас Азизом, организации дружбы между Израилем и Азербайджаном, всегда руководили выходцы из Баку, но ашкеназийские евреи. Вы аутентичный горский еврей из Красной Слободы. Будет ли это различие сказываться в подходах к управлению организацией? Изменится ли Азиз? Добрый день. Хочу всех поздравить, во-первых, с праздником Песах, со светом праздником Песах. Пожелать нашей стране мира и заложникам вернуться домой, чтобы у нас закончилась война, а действительно в нашей стране был мир. Насчет вашего вопроса, я не вижу больших различий между тем, что я горский еврей или ашкеназский еврей, несмотря на то, что, вы знаете, горский еврей ашкеназы очень ревностно относятся к любви к Азербайджану. Соревнуется, кто сильнее любит. Да, да, да. Соревнуется, кто сильнее любит. А я говорю, что нельзя сравнивать Потому что и то, и другое блюдо, оно основано на рыбе, а сказать, что вкуснее, никто и не сможет сказать. И поэтому сказать, что-то будет отличаться от того, что было до того, как я вошел в должность. Не знаю, может быть, будут какие-то оценки. Знаете, евреи в Азербайджане и горские евреи, ашкеназские евреи каждое свое время выполнили свою историческую роль. Если говорить о ашкеназских евреях, они прибыли в Азербайджан, когда начался бум нефтяной, да, и когда и богатейшие евреи Европы начали включаться в этот бум, и туда приехало очень много ашкеназов интеллигенции. То есть это начало 20 века, да? Это конец 19-го, начало 20-го века. И тогда приехало очень много докторов, инженеров, людей искусства, да, и говорить об их вкладе и в экономику, и в культуру, и вообще в общественной жизни страны можно говорить часами и часами. И поэтому не буду сейчас на этом зацикливаться. А горские евреи, никто не может сказать, когда действительно горские евреи прибыли в Азербайджан. Это не секрет является то, что горские евреи прибыли в Азербайджан через Иран. Через свое время, через Персию. И в свое время персийское царство укрепляло свои границы, и поэтому переселяло евреев к Дербенту, да, вы знаете город Дербент. Дербент это было, Дербент это от слова «дар», это на персийском означает «двери». Это было «двери» на север. И горские евреи в Кубе, где я родился, в свое время, кстати, Алихан переселил их тоже с Персии, чтобы в кубинском районе, это тогда не было, это было царство кубинское, усиливать экономику. И поэтому каждый народ, и горские евреи, и община горских евреев, и община Ашкеназов внесли свою роль и имеют свое отдельное аудитичное место в истории Азербайджана. А говорить, что изменится в моей деятельности, я бы очень хотел, чтобы история и горских евреев, и история Ашкеназских евреев, как-то это не потерялось со временем, оно где-то, чтобы были какие-то научные работы об вкладе и горских евреев, и ашкеназских евреев в становлении Азербайджана, как в сегодняшний день. А вообще, раз уж мы заговорили об этой организации, то есть вообще, каковы цели? Зачем нужна организация Азиз? Диаспоральная структура. Ну, смотрите, во-первых, эта нужда появилась не только сверху, это появилось и снизу. Люди хотят поддерживать отношения, не только тем, чтобы мы ехали к ним, и они приезжали к нам. Мы бы хотели, чтобы азербайджанский народ более близко знакомился бы с израильской культурой, а израильтяне знакомились ближе с азербайджанской культурой. Но можно сказать, что это как мозг? Да, с другой стороны, всегда нужно, чтобы на нижнем уровне эти два народа сближались. Нельзя вести политику и сближение стран только на уровне министрального уровня. То есть народная дипломатия, то, что называется? Народная дипломатия. Кроме уровня министров. Во-первых, это народная дипломатия. Например, города попротивы не будут заниматься Министерством иностранных дел тем, чтобы создавались города попротивы между нашими странами. Вот этот вопрос, например, мы будем заниматься. Мы занимаемся, я опять же сказал, что мы очень хотим заниматься, чтобы... Кстати говоря, по поводу городов попротивов, насколько я понимаю, Аркадий Померанц, будучи мэром Малута Таршихи, подписал соглашение о попротивстве с Кубой, правильно? Да, да, в Кубе. Вот, хотя он из Баку. А ты из Кубы и подписал соглашение от имени Скириадьяму с одним из районов Баку, правильно? Я еще не подписал, но скоро мы это сделаем и подпишем. Так, а Баку? Бакинский с Кубой, Кубинский с Баку. Так, а когда будет подписано между Баку и Тель-Авивом? Вот этим и должна заниматься эта организация здесь, давать возможности сближения двух стран. И познакомство между городами. Например, Тель-Авив даже, наверное, не думает как-то сближаться с Баку, да? Почему не думает? Я житель Тель-Авива, я думаю, а поскольку мы говорим о народной дипломатии, сделаем, пожалуйста. Сделайте нам встречу, пожалуйста, с мэром города Тель-Авива. Мы обязательно придем и предоставим возможности городу, с кем можно сделать Тель-Авива. Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи, наш хороший друг, неоднократно бывал у нас на канале. Значит, мы посодействуем, чтобы Тель-Авив и Баку заключили договор о побратимстве. Давид. Вопрос. 25 апреля, 55 лет, со дня рождения героя Азербайджана, еврея по национальности, Альберта Агарунова, который родился в 1969 году. Вот в этом году ему бы исполнилось 55 лет и погиб в 92-м. Всего 23 года и несколько дней его жизнь. И этот человек был похоронен на аллее шахидов. Кроме того, в Баку стоит его памятник, насколько я понимаю. Вопрос вообще, что имеет, как это может быть, что евреи объявлены шахидом и что это значит? Для нас, просто для израильтян, слово шахид означает такую вот определенную коннотацию. Отрицательный оттенок. Отрицательный оттенок, да. Я тоже, когда был в Баку, на этой аллее шахидов, у меня тоже, с одной стороны, я понимаю, что это герои Азербайджан. С другой стороны, когда слышишь слово шахид, оно у тебя ассоциируется с чем-то негативным. Просто испортили, испортили слово, которое на самом деле как бы означает праведник. А вот у нас есть корреспондентка на нашем канале, часто выступает из Британии, ее зовут Шахида. Вот кому тяжело. Это ей, хотя у нее имя праведница, да? Насчет этого, насчет Альберта Гарунова. Вы знаете, политика Азербайджана до сих пор ведется в такой, что она толерантна ко всем национальностям и ко всем вероисповеданиям. До сих пор в Баку и в Азербайджане живут десятки тысяч армян. Наверное, многие слушатели, для них это будет тоже каким-то, они как-то не совсем верятся этому, да? Что до сих пор в Азербайджане живут армяне, с одной стороны, живут евреи. Недавно я видел в каком-то ютуб-канале, что до сих пор не тронуты могилы армян, которые жили в Баку и в Азербайджане, да? Самый Бакиво. Это тоже очень тяжело бы поверилось. Но да, политика Азербайджана, что она толерантна ко всем религиям, ко всем национальностям. И то, что сделал, и как он защищал Альберта Гаруна в страну, не смотрят на его национальностям, смотрят на его героический поступок. Поэтому... Ну, надо, наверное, добавить, извините, припеваю, кто такой. Он был танкистом, он воевал, и его танк просто проявлял... Он, его экипаж этого танка проявлял чудеса героизма. Они подбили много танков врага, и он погиб в одной схватке. Знаете, когда приезжаешь в Азербайджан, и местные азербайджанцы только слышат его имя, Альберта Гарунова, они с преклонностью относятся к его имени, с большим уважением, и все знают в Азербайджане его имя. Ну, в центре Баку есть памятник ему, этот памятник все время в цветах, мне доводилось там бывать. Да, 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 вы правы. Только памятник, есть улица, названная его именем, есть премия имени его, есть школа, названная его именем в его родном районе. Опять-таки, ну, просто вот культ этого героя. И, ну, тут надо сказать, что, наверное, Баку – это единственное место, где во время, кроме Израиля, понятно, где во время военных парадов несут израильский флаг. Во время военных парадов несут израильский флаг. Ну, и надо сказать так, то, что у нас во время одной из передач сказал Эльдар Намазов, в прошлом руководитель канцелярии Ельдар Алиева и помощник президента, он сказал, евреи участвовали во всех войнах, во всех последних войнах Азербайджана. В самых разных качествах, но евреи участвовали. И тот же Альберт Агарунов сказал, я иду сражаться за свою родину. И когда он погиб, его отец сказал, что он хочет, чтобы его похоронили вместе с Эльдар Азербайджанцами, поскольку он сражался вместе с Эльдар Азербайджанцами. Да. Скажите, Адам, раз уж мы заговорили, возвращаемся к Азиз. Какие мероприятия, что вы планируете в ближайшее время? Ну, первое, одно мероприятие мы уже с вами, так сказать, обсудили. То есть надо заключить договор между Баку и Тель-Авивом, стать городами-побративами. То есть это как бы, это номер один. Номер два. Номер два. Мы еще 11-го числа. Вы знаете, этот год, 93-й год, знаменовался в Азербайджане как год столетия великому деятелю Азербайджана Гейдару Алиевичу Алиеву. 2023-й. Да. До сих пор оно еще идет. Это самое, как его. И мы намечали провести большое торжественное мероприятие в краютах еще в прошлом году. В октябре прошлого года. 11-го числа. 12-го числа это должно было произойти. Но из-за того, что 7-го числа началась война. 11-го октября, ты имеешь в виду. Да, да, октября. Должно было быть это мероприятие. Много-много планов изменилось после 7-го октября. Да, да. И уже делегация собиралась приехать. 8-го числа они должны были быть уже в Израиле. Но из-за того, что произошла эта трагедия, мы отложили это мероприятие. Но все же стараемся как-то это отметить. И 2-го мая мы будем отмечать все равно это мероприятие. Не в таком, может быть, большом масштабе или уровне. Мы это сделаем немножко более скромнее, но с участием посольства Азербайджана и с участием городского управления Нетании. Мы это мероприятие будем делать 2-го числа в здании Нетании. И все, кто хочет участвовать на этом мероприятии, приглашается, с удовольствием будет видеть с каждого. В городе Нетании. В городе Нетании. А как у вас вообще, раз уж город Кириат-Ям? Город Кириат-Ям, в общем-то, довольно близко к границе находится. Понятно, что не так, как Кириат-Шмон и не так, как Цфат. Что у вас происходит? Спокойно ли? Бывают ли у вас тревоги вот в эти последние месяцы? Кириат-Ям находится 60 километров от границы. Вот от северной границы. Давно у нас не было сирен. Но, к сожалению, вчера опять прозвучали сирены. Люди, которые... Это было в 2 часа 05 минут. Именно тот момент, когда, наверное, многие семьи сидели за обеденным столом и праздновали Песах. И вот в это время я сам, как его, видел, как люди выбегали из дома, да? И дети в крики, это самое, как его... Хорошо. И это во время... Да, да. Ну, это самое, как его... Мы прошли это. Я думаю, что самое главное, чтобы государство приняло нужные решения, правильные решения и вовремя закончить эту войну. Я думаю, что это не зависит от нашего города, зависит больше от правительства. Скажи мне, пожалуйста, вот сейчас по всей стране мы прошли муниципальные выборы. Ну, ты переизбрался, а, насколько я знаю, тебя можно поздравить с тремя мандатами. И снова занял должность заместителя мэра. Вот это была очень тяжелая компания муниципальная. Расскажи, как тебе ее удалось пройти? И что было для тебя особенно в этой компании? Когда ты спрашиваешь насчет этой компании, я так тяжело вздохнул, вспоминая вот этот весь процесс, весь период. Да, у меня же война наложилась. Ну да, ну да. Вы знаете, я первый раз в муниципалитет избрался в 98-м году. И это мои шестые уже выборы. Это я шел в муниципалитет и избираюсь в муниципалитет. И поэтому, когда меня спрашивают, сколько раз ты избрался в муниципалитет, я уже не говорю шестые, я говорю, шесть с половиной раз избирался. Вот поэтому шестые, шесть с половиной выборов я прошел. Эти выборы, конечно, запомнятся. Запомнятся и очень сильно запомнятся. Потому что они были очень необычные. Мы говорим о седьмом числе. Это Симха Тура. Это три недели уже до окончания вот этой избирательной кампании. То есть мы уже выходили на финишную прямую. Только уже надо было расставлять людей. Все были готовы уже закончить эти выборы. Уже заказали столики на день выборов. Это сто процентов. Столики и еду заказали. И уже знали, кто где будет работать. И расставляли людей по местам. Уже видели вот этот самый. Ты уже видишь этот день, как оно будет проходить и как оно закончится. И тебя объявляют вдруг, что стоп. Всевышний решил иначе. Ребята, подождите. Есть более серьезные дела. И поэтому все приостановилось. А потом же отодвинули второй раз. Сначала отодвинули до 30 января. Потом отодвинули до 27 февраля. Да. Самый как его. Конечно, самый как его. Бег на длинную дистанцию не всегда приятно никому. Мы все готовимся максимум на 3 месяца разбивать предвыборную кампанию. А только получилось, что... То есть разница между спринтером и стайером, да? Ну да, да, да. Тут получился уже стайер или средняя дистанция. Уже марафон получился вообще. Да, да, да. Почти как в Америке. У них это предвыборная гонка целый год. А у нас обычно идет 3 месяца. Так мы между Америкой и обычным состоянием выборов в Израиле. 6,5 месяцев. Это непривычно. И, конечно, запомнится. И запомнится в первую очередь тем, что, знаете, люди... Очень много людей, особенно в Киротиаме, они живут без бомбоубежищ. Старые дома. С конца 40-х, в начале 50-х годов никто тогда, наверное, и не думал о бомбоубежищах. Эти дома существуют, и их очень немало. И вот когда люди звонят и просят дать им помощь, с одной стороны, ты думаешь, где я говорю, вы частные лица, это ваш дом, ваши квартиры, вы должны думать. Но они обращаются к муниципалитетам, потому что знают, что у нас сила. Вы знаете, каждый человек в отдельности это не может делать. Это должны делать организации, в первую очередь, я думаю, что страна. Очень много говорилось и говорится, что на случай землетрясений или же военных случаях, что страна не подготовлена к этим случаям. Не подготовлена. Говорится, говорится, но ничего не делается. Несколько лет назад Олигдор Либерман предложил проект об укреплении севера страны. Говорилось о 10 миллиардах, чтобы укреплять вот эти старые здания или же перестраивать их. Но, к сожалению, когда пришло через полгода новое правительство, сразу все этот проект... Они знали, на что тратить деньги. Да, ну, к сожалению... Какие там, какие бомбоубежища? Ешива нужны, люди учиться должны. А вы про бомбоубежища. Ну, наверное, это самое как. Я просто говорю тем, которые говорят Ешивы, говорю, вы говорите, а почему так плохо молились, что 7 числа святой день для меня и для вас? Денег мало было. Сейчас будет денег больше, они будут лучше молиться. Ну, то есть денег мало было и плохо молились, да? Конечно, конечно. А где качество? Не всегда же в количестве дела, да? И качество. Ну, сейчас мы посмотрим насчет землетрясения, потому что, как бы, знаете, вот как мы же находимся в середине пасхальной недели, то есть вот там эти казни египетские, да, то есть война у нас уже случилась, о которой говорили, что страна не подготовлена, что ни черта не делается, одни разговоры. Теперь на очереди, я не хочу быть вангой, провидцем, но на очереди землетрясения, тогда все скажут, вау, еще и землетрясения. Ну, мы же не ожидали, мы же не знали, да, как будто это вот случайно. Ну, дайте сперва пройти, пожалуйста, этот хамсин, который завтра будет 40 градусов. Хорошо, я договорюсь, чтобы землетрясения немножко отложили. Ой, спасибо большое. Вот я почему говорю, что вот этот вопрос, конечно, у нас в городе тоже были люди, которые умерли и погибли, и во время военных действий, и в тот злопамятный... Злополучный, наверное, скорее. Злополучный, как его, день, вечеринку, вечеринки, и там скончались... Вы имеете в виду фестиваль, музыкальный фестиваль нового, который происходил, да. И приходить, конечно, я обязан ходить, это моя обязанность, да. Одна из самых больших обязанностей быть в таких... Это не мероприятие, это приходить... Вы имеете в виду похоронная шива? Да, 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 вы знаете, я никогда в жизни еще не был так часто, и в такой короткий период времени на кладбищах, и вот сидел как дома на 7 дней. Я думаю, что недели, две, три, мы все так ходили. И это запомнилось, и то, что действительно у людей до сих пор нету бомбоубежищ, и они все кричат, и у них крик души, да, не то, что кричат физически. Крик души и крик помощи, зову помощи сделать что-нибудь насчет бомбоубежищ. Я думаю, что мы, и не только я, как правительство местное, да, местное правительство и государство, совместно с государством должны в очень ближайшее время подумать, что сделать с бомбоубежищами. Вот это... Аминь. Спасибо, спасибо большое. С праздником Песах. Всех с праздником Песах. А я напоминаю, что мы с Давидом Эдельманом беседовали с председателем Международной ассоциации Израиль-Азербайджан, Азиз, заместителем мэра города Кирият-Яма Адамом Амиловым. Спасибо, что нашли время, и успехов вам в вашей нелегкой работе. Спасибо, наша программа подошла к концу. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания.